Рекламно-информационная программа. Настоящий, туристический, водный, вернее, мы будем следовать за нашим гостем. У нас в студии сейчас находится Александр Смышлеев. Это руководитель отдела водных походов Центра активного отдыха «Летучий корабль». Александр, добрый день. Добрый день. Хорошо там на природе? Там прекрасно всегда. Прекрасно. Вы, наверное, только что откуда-то вот с водного объекта. Судя по должности, он, мне кажется, постоянно только что откуда-то. Буквально позавчера я вернулся с Пермского края, со сплава по часовой. И через несколько часов я ухожу на сплав по Немде. Ага, вот постоянная жизнь на воде, она как-то уже привыкли к этому. Да, это привычный образ жизни. Это готовка на природе, да, вещи надо как-то сушить. Это же особый быт. Это походная романтика. Особый дух, да. И, собственно, мы сегодня об этом и хотим рассказать нашим слушателям, как-то заинтересовать, возможно, чтобы вы обратили внимание именно на этот вид отдыха. Итак, давайте, что же... Что вообще такое вот водный поход, да, в общих словах. Вот так вот, условно говоря, к чему готовиться, если я вдруг запишусь. Я ни разу не был. Я ни разу ни разу. Рассказы слышал, но такие в основном фрагментарные. Мы абсолютно чистый белый лист в этом отношении, а вы профессионал, так что рассказывайте. Что же это такое? Ну, прежде всего, водный поход для каждого это свое. То есть для кого-то это возможность проверить себя на прочность, встретиться с новыми испытаниями, ощутить какие-то новые чувства, эмоции, впечатления. Для кого-то это возможность побыть с семьей, с друзьями, с родными, с близкими. Для кого-то это возможность уйти от городской суеты, отключить телефон на какое-то время, переключиться. Я надеюсь, сам отключится. Скорее всего, там просто по отсутствию связи. А с точки зрения физической разрядки как-то... Ну, говорят, лучший отдых — это смена вида деятельности. Да, все-таки весла — это тоже определенная физическая нагрузка. Не, ну, там закраться насчет физической нагрузки — это вопрос обычный возникает. Наверное, очень трудно ходить в водный поход. На самом деле, в походы водные ходить очень легко, потому что река сама несет. Ну и даже если не грести, то рано или поздно придешь в точку назначения. То есть, все, мы по течению, а не против течения идем. Идем обязательно, да, по течению. Ну, физически подготовленным быть не обязательно для этого. То есть, у нас походы несложные, не походы выходного дня, не категорийные походы. Поэтому справиться с ними может любой, от мала до велика. Вот Нимда, да, вы упомянули, где начинается, собственно, точка старта и куда. Да, Нимда у нас стартуем в Пижемском заказнике с Фокина, деревня Фокина, и до поселка Долбилово мы сплавляемся. Это такой самый красивый участок как раз Пижемского заказника, где у нас выходят скалы над рекой, где находится Марийская роща священная. Чембалатскала, да? Да, вот водопад, ну, вот такие самые-самые запоминающиеся места. А протяженность этого маршрута? Всего 16 километров. 16? Ну, и сколько по времени это занимает? Вообще, рекомендуем сплавляться за три дня. То есть, два... 16 километров за три дня? Да. Два перехода всего. Первый день проходим 10 километров, во второй день 6 километров. То есть, это неощутимо даже для неподготовленных людей. Там предварительный инструктаж какой-то обязательно бывает, да? Разумеется, разумеется. А на чем, собственно, на каком водном транспорте этот сплав происходит? Варианта есть два. Ходим мы на рафтах и на байдарках. Так же, людей несведущих, да? Что такое рафт? Принципиальное отличие в конструкции. То есть, байдарка — это каркасное судно, маломестное. То есть, двух-трехместные байдарки типа таймень у нас имеются. В чем их преимущество? Они юркие, они достаточно быстроходные, они легко управляются. Их легко по берегу нести? Их очень легко нести по берегу, вдвоем, вообще не представляет никакого труда. Ну и на байдарках больше чувствуется прохождение всех перекатов, каких-то водных препятствий. Ну, такой более интересный. То есть, чуть-чуть адреналинчик побольше, да? Водного транспорта, да. То есть, болтает человека. Ну, ты представь байдарочку, ты в нее садишь, и можно сразу... Пятой точкой ты чувствуешь там. Да, там всеми точками чувствуешь. Шерыхалости, да. Рафт — это надувное плавное средство. На большую вместимость оно рассчитано от 8 до 12 человек. А группа байдарочников, она сколько может составлять человек? Среднестатистическая группа наша составляет 20-25 человек. А, ну, коллектив такой немаленький получается. Да, от 12 человек мы вводим группы, вот, и могут быть они, ну, практически неограниченным количеством. Мы принимаем как группы и в 50, и более человек. То есть, какой-то инструктор все равно вместе с плавляющимися и плывет? Обязательно. Обязательно, да? То есть, если какая-то нештатная ситуация, то специалист всегда подскажет. Разумеется. То есть, вот не просто так взяли, отправили там, и потом встречаете, кто доплыл, тем и хорошо, да? Конечно, нет. Спасательные жилеты обязательно, конечно же, да? Безусловно. Без них, собственно, не упустите в плавсредства. Как готовиться к такому походу? Рекомендации, что нужно брать с собой? Может, психологическая подготовка? Или, возможно, знаете, может, какую-нибудь медицинскую справку нужна, или какую-нибудь там страховку, я не знаю, что-то такое. Справку от терапевта, что-то может быть. На это вот все такое, нет? Значит, самое важное, что вам нужно взять с собой, это хорошее настроение и готовность получить все от этого путешествия. Нужно взять с собой одежду по погоде, нужно взять с собой крем от загара, солнечные очки. Вы уверены? Ну, чтобы погоду попугать. Остальное, остальное, об остальном мы позаботились. Перчатки, например, на руки, мозоли, возможно, они от байдарки? Нет, почему, если байдарка, это же, она же, ну, весло-то одно, то есть справа, слева, да? Мозоли натирают люди, когда ходят в походы? Мозоли натирают на очень таких длинных переходах. Здесь у нас, ну, практически этого нет. По желанию можно взять перчатки, я хожу без. Ну, это, видимо, уже опыт такой, долгие и продолжительные годы занятия этим делом. А, кстати, против течения, насколько на байдарке возможно подниматься? Более, чем возможно. Более, чем возможно, то есть конструкция позволяет. Ну, это, наверное, все-таки посложнее, да, уже чисто для мускулов-то? Ну, это такая уже порядочная нагрузка, конечно, да. И при желании, если хочется потренироваться, утром берешь байдарочку и против течения пару километров. Очень хорошо. А вот вся эта снеть, там, еда, питье, скарб-то весь этот такой, он как у нас? Он в отдельной байдарке обычной или как? Или за спиной все-таки? Нет, как правило, он берется с собой. Ну, в этом есть байдар-трест, да, чтобы положить? Конечно, конечно. Есть грузовой отсек на байдарке, есть очень много места на рамке. То есть, в принципе, рюкзачок есть, куда сложить, да? Конечно. В каждом походе вы все свои вещи запаковываете в приготовленные заранее нами гермомешки, гермоупаковки. То есть, все вещи обязательно будут сухие, все они закладываются туда же в сплавное средство, и вместе с ними мы сплавляемся. То есть, все удобно, все удобно на самом деле. То есть, в принципе, надел, пришел и поплыл. Да. Было бы только желание и настроение, да? А, кстати, Александр, были такие случаи, когда вот вроде желание у человека есть, там, глаза горят, ну, все, сейчас буду сплавляться. Увидел байдарку, тем более, сел в нее, все, виз, крик, выпустить, выпустить меня. Легко представимо, слушай, когда первая снег села, то сразу выскочила. Бывает такое? Часто такое бывает. Ну, конечно, у туристов, особенно те, кто идут первый раз, бывает чувство неуверенности, бывает чувство страха. Но после инструктажа, после того, как мы научим, как себя вести на воде, как грести, какие спасательные меры принимаются, после того, как человек все это видит, он сопоставляет все эти факты, и чувство страха, оно уходит. А вообще-то на байдарке трудно научиться держать равновесие, просто вспоминаю, там, первые разы, когда я учился на лодке-плоскодонке плавать, то там не с первого раза ведь получается. А на байдарке как? На байдарке все очень просто. Очень просто. Самое главное, не нарушать технику безопасности. То есть не хвататься за пять лет. Если ты сам не хочешь туда нырнуть, то не нырнешь. Нет, нырнуть можно, на самом деле, в байдарке, если очень захочешь. Да, вот я говорю, что если не захочешь, то не нырнешь. А если будешь желать там посмотреть что-то, то вполне возможно узнаешь, какой температуры вода. А как проходит время туристов, путешественников, когда переход заканчивается, и все выходят на берег, что дальше происходит? Костер наверняка разводится обязательно, да? Есть какие-то места, где это можно делать все, да? Конечно. То есть люди уже выходят, там уже можно развести костер, пожарные не прибегут, да? Нет, пожарные не прибегут. У нас очень большой опыт сплавов по рекам нашей области, поэтому со всеми инфраструктурами, со всеми режимными объектами везде-везде мы знакомы. То есть это территория, поскольку Бижемского заказника, мы сотрудничаем с администрацией самого заказника, мы сотрудничаем с МЧС, мы сотрудничаем с представителями районов, по которым сплавляемся. То есть все о нас знают, все готовы всегда помочь, и за это огромная благодарность всем, особенно службам. Возраст участников этих походов какой? Детей берете? Конечно. Пожилых людей? Конечно, конечно. Берем неограниченный возраст практически. Ну, на самом деле, у нас был такой опыт, что ребенок несколько месяцев ходил. Ух ты! То есть он как был? К маме пристой? Да, конечно, на руках у мам. А самые такие вот возрастные люди? Самые возрастные... Для примера, что было в практике? Ну, более 70 лет вот у нас ходил мужчина, турист. Прекрасно себя чувствовал на сплаве. Да. Добрался до последней точки, все нормально. Жив, здоров, бодрый, весел. Еще более бодрый, весел, да? Еще более бодрый, весел. Жители Кирова, пожелавших, собственно, поучаствовать в походе, вы непосредственно из областного центра доставляете до места или самим нужно добираться? Доставляем. Доставляем. Организованно коллективно. И еще, Александр, вопрос. Вот, собственно говоря, как формируется эта группа? То есть понятно, если у нас там коллектив, там, 8 человек, вот решили, да? Это все понятно, у нас там 8 или там 12. А если вот я там один или вдвоем, да? Я позвонил, сказал, мы хотим поучаствовать. Это нормально, вот, вписаться в какую-то большую группу вот так со стороны? Разумеется, у нас есть два варианта групп, то есть вы можете пойти своей командой, корпоративной, или там группой друзей. Вот я говорю, когда у нас есть там большая компашка, мы можем вот ей пойти, да? А если, например, просто вот своя семья у меня там, да, вот и все. Двумя-тремя друзьями, можете двумя-тремя друзьями отправиться в составе сборной группы, вот попасть или с семьей, или коллегами. Так что все понятно. Так что как бы тут такого ограничения нет. Самому не надо команду собирать, просто было бы желание. Удобно, удобно. У нас сейчас небольшая пауза будет, я напомню, что мы говорим о водных походах, и рассказывает нам об этом Александр Смышлеев, руководитель отдела, собственно, водных походов, центра активного отдыха летучих кораблей. Скоро мы начнем играть, будьте внимательны, 201 и 101, призов у нас много, собственно, что мы будем разыгрывать, озвучим через минуту. Культ поход. Причем два комплекта. Есть еще один любопытный приз от летучего корабля, это 50-процентная скидка на одного человека в группу водного похода на Немду. Даты 23-25 июня. Это что, следующие выходные? Да, получается, да. То есть все, как через неделю. Вот если вы, уважаемые слушатели, заинтересовались, то, пожалуйста, с 50-процентной скидкой, ну, это существенная такая скидка, да, получается? Это очень существенная скидка. Хорошо, вот есть такой приз. Далее. Билеты в драмтеатр, у нас в здании драматического театра, сейчас идут гастроли Казанского, Академического, Русского, Большого драматического театра имени Качалова. Соответственно, это очень, как назвал его у нас Андрей Скальный, это событие лета. 20 июня брак по итальянскому спектаклю, 21 июня скрипач на крыше. Андрей Скальный, Андрей Борисович исполняющий обязанности министра культуры нашего региона. Дальше к книгам переходим. Ну, во-первых, есть книжка Олега Ивика «Еда древнего мира». Я полистал, удивительная книга совершенно. «Еда древнего мира», очередная увлекательная книга. Тут, кстати, не только еда, а и питье тоже. Да, Олег Ивика, это сборный псевдоним, да, Ольги Колобова и Валерия Иванова. Так вот, книжка, суть в том, что любопытные факты там излагаются о гастрономических пристрастиях древних цивилизаций, населявших греко-римскую Айкумену. Вот. Книга «Красавицы и чудовища. Другая история. Бель». Ну, это книжка с ограничением 16+. Хороший медвил о родителях Бель и о взаимоотношениях с чудовищем, о любви, гармонии и вере. И еще один фолиант, который вот сейчас Николай берет в руки, замечательный такой, тяжеловесный. И это все Ричард Элман, Оскар Уальд. Ограничение 18+, кстати. Да, это полная биография таинственного, скандального, добросердечного, струмного и циничного Оскара Уальда. Автор неутомимо и тщательно работал над книгой, которая была отмечена по улицеровской премии. Кстати, по этой книге был снят фильм «Уальд» со Стивеном Фраем в главной роли. Ровно 20 лет назад, это было в 97-м году. Мы еще раз напоминаем, что эти и другие книжки вы можете купить в магазине «Читай город», либо на Преображенской 65, это торговый центр театра, либо на Ленина 103а, торговый центр Крым. Как всегда, у нас есть пригласительные билеты в галерею «Прогресса». Там прекрасные две выставки, это «Краски серии земноморья» и «Общество потребления и планета Земля». Ограничение 0,6+. И еще один приз. Много, да, сильно у нас пригласил? Да, длинный список такой. Овятский художественный музей именем братьев Воснецовых. Вы можете выбрать билеты на выставку «Дольче Вита. Сладкая жизнь». Пригласительный на двух персон. На две персоны, да. Две. Два пригласительных. Ага, два пригласительных. То есть для того четыре человека могут посетить, посмотреть, что такое «Сладкая жизнь» в работах мастеров живописи и скульптуры. Итак, начинаем нашу викторию в рамках культпохода 211-101. Еще раз напомню номер нам, вам, вернее, напомню номер нашего телефона. И по традиции Александр, как гость, задает у нас вопрос первый. Номер один. Внимание. Итак, как вы думаете, дорогие друзья, почему на реке Немда нет комаров? Что, вообще нет? Вообще нет. Слушай, вот это вопрос. Открытие. Если сейчас кто-то правильно ответит, я просто удивлюсь. Во-первых, потому что я этого не знал, что их там нет. Ну, я думаю, мы поможем нашим слушателям. Вы слушатели уже вообще желают ответить. Сами уже, не дожидаясь вариантов. Алло. Алло. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, коллеги. Светлана Занько меня зовут. Светлана Занько? Да. Да, здравствуйте. Впервые слышим. Да. Шутим. Редкий гость. Светлана, вы неужели знаете, почему на Немдень от комаров? Да, я больше того скажу. Я об этом услышала буквально неделю назад. Мне кажется, что я помню правильно. Судя по всему, это связано с большим количеством можжевельника, который растет вдоль Немды. А комары можжевельник не любят. Так. Так, Александр, Александр. Вот мы-то знаем, Светлана, правильный ответ. И что-то мы сейчас... Давайте варианты. Не удовлетворены, честно говоря. Не удовлетворены. Да. Александр, давайте вот варианты какие-то. Давайте варианты нашим углом. Да, конечно. Светлана, трубочку не кладите. Итак, варианта три. Первый вариант. Высокие скалы не дают им подлететь к реке. Мне нравится. Вариант второй. Нет ила, и поэтому им негде откладывать свое подпуск. Откладывать. Ну, личинки откладывать. Личинки откладывать, да. И третий вариант. Комаров тщательно отлавливает администрация пижемского заказника. Пусть будет ил. 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 И это абсолютно правильный ответ. Ну что, Владимир, с можжевельником что-то Светлана переборщила. Я, честно говоря, люблю... Я помню, что нам инструкторы рассказывали про можжевельник. Слушайте, Александр, что ваши инструкторы рассказывали? Рассказывают гостям, а? Наши инструкторы рассказывают очень много всего интересного в рамках походных баек у гостей. Ну, видимо, да. Людей много. Даже такого опытного человека, как редактора Москвы, купили на байку. Ладно, ну, все дозвонившиеся у нас на общих основаниях имеют право, собственно, отвечать и выбирать. Итак, выбор. Выбор. Я счастлива, что я дозвонилась и что в ней есть этот выбор. И я, конечно, хочу забрать Оскара Уайлда. Много кто хотел его забрать. Много кто хотел его забрать в этой студии. Отделала это я. Хорошо, спасибо. Книжку разыграли. Дальше продолжаем, собственно. Дальше продолжаем. Николай, я представлю. Николай, как всегда, кто про что, в шиву и все про баню. У меня всегда немножко рок-н-ролла. Но сегодня будут такие вопросы, связанные, скорее, с годом экологии и с животным миром, да. То есть я буду спрашивать про тех животных, о которых будут звучать песни. И первое произведение, прошу поставить, Питера Габриэла, да. И не потому, что там он каким-то образом к экологии близок, хотя так и есть, а потому, что вчера был день рождения у прекрасного кировского музыканта Виктора Миско. Я его, кстати, поздравляю. А Питер Габриэл, его любимый исполнитель. Пожалуйста, маленький фрагмент, включите. Вот, значит, эта песенка посвящена земноводному животному. Земноводному, да. Ну и, кстати, как раз к разговору о водных походах. Животное это очень распространено везде, по всему миру. В ним где есть? Везде есть. И вопрос очень простой. Эта песня называется «Поцелуй ее». Вот ее. Ее. Женского рода, да. Да. А может, мужского, я не знаю. У них там ИТ, местоимение для всех животных-то, оно такое недошвленное. И три варианта ответа. Это надо поцеловать жабу, надо поцеловать лягушку или надо поцеловать тритона. Вот кто-то ответит правильно, получит приз. Ну и жаба, и лягушка, и тритон, это все. Это все земноводное, да, все по-честному. Все в одном месте, да. Есть звонок. Что, звонок уже есть? Да. С ума сойти. Здравствуйте. Добрый день. А, как вас зовут? Я думаю, что это лягушка. А как вас зовут? Наталья. Наталья. Наталья, вы угадали, действительно лягушка, кин этот фрок, поцелуй эту лягушечку, да. Ну, Петр Габрилов, вообще все живое любит. Да. Вы бы вот поцеловали лягушку, Наталья? Было у вас такое желание? Да, пока нет. Пока нет, да? А как же в знаменитой сказке про Ивана Царевича? Ну, там Иван Царевич. А, ну. Иван Царевич, все-таки они Наталья его звали. Иван Царевич могло возникнуть такое чувство. В общем, вы абсолютно правильно ответили. Да, абсолютно правильно ответили. Целую лягушку. И, собственно, что хотите получить из нашего списка призов? Мне хочется походный приз. Походный? 50-процентная скидка на... Рюкзак. А, нет, рюкзак и бейсболку. Рюкзак и бейсболка от летучего корабля. Нет проблем. А вы, кстати, сходили в походы вот с летучим кораблем или, может быть, в другой компании? Нет, с летучим кораблем не ходила. А может быть, все-таки скидочку сходите в следующие выходные. В следующие выходные на Немье. Будет прекрасная погода в следующие выходные. У меня в городе не будет. И там комаров не будет. Ну, ладно, не будем вас долго пытать. Рюкзак и бейсболка от летучего корабля. Договорились. Спасибо. Владимир, твоя очередь. Ну, с вашего позволения, я хочу все-таки внести печальную нотку. Наш сегодняшний культ поход, туристический водный поход. Я хочу вспомнить человека, который накануне ушел из жизни. И человек принадлежит, собственно, к когорте и плеяде тех советских актеров, которые долгое время были с нами. Мы их любили, уважали и равнялись на них. И хотели быть похожими на них. В общем, человек с большой буквы Алексей Владимирович Баталов. Это была на самом деле ролевая модель для очень многих советских людей. Алексей Баталов, к сожалению, в возрасте 88 лет накануне не скончался. Я вам сегодня предлагаю вспомнить несколько фильмов с его участием. Знаменитых, известных. Вот сейчас прозвучат с первого фрагмента. Начнем фрагмент диалога. Ваша задача, собственно, дозвониться. Что за фильм, как он называется. Начнем с простого. Давайте. Гоша. Николай. Как там погода? С утра шел дождь. А что вообще в мире делается? Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет. У нас уже есть желающие. После первого же слова уже желающий появился. Если захватили самолет, это, наверное, 9 дней одного года. Нет? Ой, нет. Вы чего? Вы, наверное, честно признаться, я загадать хотел этот фильм позже. Ну, погоди, ты пока не признавайся в том, что ты хотел. Если с юмором это принять, то это, наверное, Москва слезам не верит. Конечно. Конечно, Москва слезам не верит. Знаменитая сцена, когда встречаются эти люди. Приходит Коля, Гоша. Так и диалог у них завязывается. Да, да, да. Они так распыляются. И звук соответствующий. Булька нет. Он вовремя был. Да, одна из самых известных ролей Алексея Баталова. Как вас зовут, кстати? Валентина. Валентина, что вы хотите получить в приз? Вообще-то тоже только не рюкзак, а бейсболку. А они вместе? А они вместе? Они вместе. Рюкзак плюс бейсболка. Ну да, потому что я, правда, турист не водный, а горный турист. Горный? Да, по горам. Я училась в Челябинской области в техникуме. Мы ходили даже в 40-градусный мороз на горы, забирались. Ох, ничего себе героизм какой. Да. Ну хорошо. Ну что, приз ваш. Желаем вам и далее пребывать в таком хорошем физической форме. Уральские горы никуда не делись, так что все вас ждет. Вот, Александр, рюкзаки и бейсболки разобрали. Все, мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу и продолжим розыгрыш. Культ поход. Наш гость сегодняшний Александр Смышлеев, руководитель отдела водных походов Центра активного отдыха «Летучие корабли». Мы несколько минут назад подробно рассказывали, зачем, кому стоит отправиться в водный поход. Нет, на самом деле, очень увлекательная штука. Вот сейчас задал Александру вопрос в перерыве. Почему же ил-то нет в Немте? Все нас замучило. Там комаров. Можно сказать, потому что комаров нет. Зачем тогда ил, если нет комаров? Вот так вот повернули, да? Ну как, почему ветер дует? Потому что деревья качаются. Ладно, мы продолжаем дальше играть, задавать вам вопросы. Наши слушатели 211-101. От Александра вопрос следующий, тоже интересный. Тоже касающийся походов водных. Так, ну что ж, уважаемые туристы, те, кто хотя бы раз был на реке Немда, обязательно ответят, в какую реку же она впадает? В какую реку впадает река Немда? Ну если слишком сложно откажется для вас вопрос, мы подскажем. Да, я думаю, что человек возьмет гаджет и посмотрит, даже если он не был никогда на этой реке, это не тайная информация, не секретная. В какую реку впадает речка Немда? Вот тут ответит, в какую речку впадает Немда. Ну и пока пауза у нас появилась, давайте быстро напомним, что есть. Да нет, что пауза, Володь, уже здравствуйте. 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 Как вас зовут? Елена. Елена, убавьте, пожалуйста, мы очень вас просим. Чуть-чуть потише сделайте. Крутилочку там или кнопочку нажмите. Мешает говорить. Да-да-да, Елена. Убавили. Прекрасно. Куда впадает река Немда-то? Куда? Так. Все отлично. Отлично говорите вы на связи. В какую реку впадает река Немда? Вятку? Неправильный ответ. Итак, давайте мы вам дадим три варианта. Есть у нас река Вятка, река Пижма и река Кама. Елена, будьте поактивнее, пожалуйста. Тогда Кама. Неправильный ответ. Тогда уж Пижма. Тогда уж Пижма. Александр, мы недовольны, конечно, поведением, Елена, но вам решать. Будем давать приз или не будем? Я думаю, конечно. С третьей попытки. Конечно. Есть 20 и 21 июня. Давайте 20. 20 июня брак. У вас, конечно, первый раз, засмотрелось, никак не получалось. Отлично. У вас с первого раза получилось нормально. Немда, впадает в Каспийское море. Все отлично. Брак по-итальянски 20 июня в драмтеатре. Не кладите трубочку. У нас редактор объяснит вам, как получить эти билетики. Ну и Николай, следующий вопрос. Вконтрольный, да? Да, как всегда. И тоже про животных. Только мы от земноводных придем к присмыкающимся. У нас оно хоть и не водится, но у нас все про него знают. В детских стишках он есть. Так что такое нередкое название. Мы сейчас включим фрагмент песенки уже Элтона Джона. Причем песня стала его первым-первым хитом международным. Первое место именно. Первое место заняло. Это вообще, кстати, как ни странно. У него их очень много, но все было потом. А это был его самый-самый первый хит. Вот мы сейчас его кусочек послушаем. В этом отрывочке два раза прозвучало название этой песни. И вот вам сейчас стоит только поднаслышаться, да. В названии песни есть упоминание этого животного. Там начинается слов, что-то я вспоминаю юность. Да, я вспоминаю, когда я был молод. Такая ностальгическая песенка хорошая. Так вот, какое же присмыкающееся в названии этой песенки упоминается? Это футальгнозавр? Это игуана или это крокодил? Вот какое-то из присмыкающихся в этой песенке упоминается. Вот угадай, тут получишь наследующий приз. А крокодил и все вот эти перечислены, они все присмыкающиеся? Они все присмыкающиеся. Только игуаны тоже присмыкающиеся. До сих пор их много довольно-таки бегают. Я всегда думал, что это рептилии. А они и есть присмыкающиеся. Более привычное слово рептилии. Ну понятно все. Научное это слово присмыкающиеся. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр. Ну, какому присмыкающемуся Элтон Джон посвятил эту песенку? Вместе с своим автором. Я думал, это песня посвящена крокодилу. Совершенно верно так называться. Крокодайл-рок. Рок-крокодила, так сказать. Ну что ж, вы совершенно правильно угадали. Что бы вы хотели получить за свой правильный ответ? А что есть у вас? Ага, хороший вопрос. Пойдете в театр. В театр? Да. В драматический. 21 июня на скрипач на крыше. Это Качаловский театр. Какого числа? 21 июня. 21, да? Да. Или в поход. Или в поход 23-25. С 50% скидкой. Так, лучше в театр. Лучше в театр, да? Ну хорошо. Отлично. 21 июня скрипач на крыше. Не кладите трубочку. Наш редактор вам объяснит, как получить этот билет и как попасть в театр. Николай, что-то мне уже так тревожно становится. Наши слушатели уже подзабыли, видимо. Давайте напомним, что у нас еще осталось. 50% скидка на одного человека в сборную группу водного похода на Немду 23-25 июня. То есть в следующие выходные вместе с летучим кораблем можете прекрасно провести время. Есть прекрасная книга «Еда древнего мира». Она вообще без возрастных, кстати, ограничений. Отличная книга. Я бы такую обязательно дома имел. И есть еще одна книга. Это «Красавица и чудовище. Другая история Белль». Там, правда, 16+. Но это, я думаю, те, кто тему Белль знают, они прекрасно знают, что эта книга очень хороша. В галерию прогресса вы можете отправиться до 19 июня. Выставка живописи краски Средиземноморья. И до 19-го же числа выставка «Общество потребления и планеты Земля». И в Вятском художественном музее Мини Воснецова выставка «Дольчевита. Сладкая жизнь. Лучшее произведение мастеров живописи». Там, не знаю, графики скульптуры, посвященные сладкой жизни. Ну, а я продолжаю, да? Да, это твой вопрос. «Моя очередь». Еще один кусочек, еще один фрагмент фильма с участием Алексея Владимировича Баталова, который накануне ушел, к сожалению, из жизни. Третий, пожалуйста. «Помнишь, ты проезжал на мотоцикле у пустыряда? Он за тобой же ехал». «Интересно, когда это он за мной ехал, а?» «Это когда я с этим проклятым грузом там сидел. Понимаешь, попросил твоего Михаила, чтобы он аварийную вызвал. Мишка, а ты ведь только подтвердишь, и все». «Фильм далекого 1955 года, там состав актеров замечательный, конечно же, да. Ваша задача озвучить, собственно, название этого фильма. Название этого фильма. Я первый желаю еще попробовать свои силы в истории кино. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Елена. Елена, ну там прозвучали ключевые слова, да? Проклятый груз, ехал. Что за фильм? «Дело Румянцева». Да, конечно, «Дело Саши Румянцева». Абсолютно верно. «Что вы хотите получить за свой правильный ответ?» «А в походе есть ограничения по возрасту?» «Нет. Нету?» «Ни по здоровью, ни по возрасту, только желание». «То есть вы хотите в поход все-таки заплатить в половину, да?» «Да». «Все. Отлично. Отлично. Все разыгрались. Вы взяли тот приз, который хотел бы взять я. «Ну что делать? Что делать? Он вам достался, вам очень повезло». «Не кладите, пожалуйста, трубку, пообщайтесь с нашим редактором, объяснит, пояснит, собственно, как приз этот забрать». «Мы знаем, что у Александра еще есть вопросы, а у нас еще есть призы. Пожалуйста, Александр, озвучивайте следующее. У нас есть еще пять минут для того, чтобы осчастливить кого-нибудь». «Как вы думаете, какая средняя скорость байдарки Таймень при слаженной гребле?» «Так. И варианты ответа, видимо, надо было давать». «Я думаю, можно сразу дать сюда варианты ответа. 7 км в час, 15 км в час или 33 км в час?» «7, 15 км в час или 33 км в час. При слаженной работе байдарка Таймень. Но я предполагаю, что, наверное, по течению...» «Это одноместная байдарка Таймень?» «Конечно, по течению. Одноместная, двухместная байдарка Таймень?» «Двухместная байдарка Таймень.» «Да, то есть как быстро можно пройти эту дистанцию на этой байдарке, если слаженно грести?» «Ну, если вы не знаете правильного ответа, а мы уверены, что вы наверняка не знаете, вы все равно звоните. «Вы звоните, конечно. Мы сейчас методом тыка.» «Да, не методом тыка, методом тыка.» «Размышлений. Методом размышлений все найдем правильный ответ, конечно. Тем более у нас есть три варианта. Четвертого не дано». «211, 101, ну, так представить себе скорость в 33 км в час?» «Ну, в час, по-бомной глади.» «Это чуть быстрее пешехода, да? Пешеход 4, 5 км идет, да?» «7 км чуть быстрее пешехода. Надо для этого грести, да еще и течение, я думаю, что...» «Ну, 33, по-моему, сумасшедшая скорость все-таки на воде.» «Не знаю, не знаю. Хотя...» «Ну, вот есть желающие уже ответить, кстати». «Если приделать пропеллер какой-то». «Не знаю. Сейчас узнаем». «Алло, слушаем вас». «Здрасте». «Здрасте, как вас зовут?» «Владимир Калинин». «Да. Средняя скорость байдарки Таймень 2. 15, 10, либо...» «7, 15 или 33». «Да, 7, 15 или 33». «На ваш взгляд». «15, наверное». «Сколько?» «15». «Еще одну попытку даем?» «33». «Еще одну попытку даем?» «Куда вы разогнались-то так?» «Да что, байдарка же быстро ездит». «Байдарка ездит быстро, но давайте посмотрим. В течение реки 2-3 километра в среднем. «Сколько?» «2-3 километра в час в среднем течение реки». «Ну и добавляем чуть-чуть на греблю. То есть получается...» «Километров 10, 9». «Да нет такого варианта». «Ну там первый вариант 7 был, он просто забыл. «Был 7, 15 и 33». «Значит, 7 километров». «Семь километров!» «Вот ведь, опять же...» «Какие мы сегодня добрые». «Да, Александр, слушай, ну вот с третьего раза человек все-таки ответил. «Мы зачтем попытку». «Конечно». Главное, это сами-то знать. «Будет вопрос, как...» «Я думал, что быстрее». «Денежная игре выиграет миллион». «Семь километров, это я чуть поднапрягся и пошел побыстрее, вот мне 7 километров». «А в узлах это сколько, кстати?» «Или в узлах не измеряется скорость?» «Ты сам задал вопрос». «Ладно, что вы хотите получить?» «Извините, отвлеклись». «Это еще выбирать». «Еще выбирать?» «Да, у нас...» «5 минут назад мы ее запоминали. «Да, у нас осталось две книги и билеты на выставки». «Выставка либо в Галерею Прогресса, либо в Ветский художественный музей». «В музей пойдете?» «Давайте в художественный музей». «Давайте в художественный музей». «В художественный музей выставка «Дольче Вита. Сладкая жизнь. На две персоны не кладите трубочку. Редактор объяснит, как вам получить пригласительные билеты». «Николай». «Снова я». «Есть еще музыка». «Конечно». «Перейдем сейчас от присмыкающихся к хищным млекопитающим». «Вспомним такую забытую группу «Суит», в 70-е годы, гремевшую по миру». «И сейчас впереди маленький фрагмент песни, которая тоже посвящена животному». «Перейдем сейчас от присмыкающихся к хищным млекопитам». «Простите, я думаю, на байдарке самое то плыть, наверное, в наушничках. 75-й год, и, между прочим, опять-таки эта песенка стала такой этапной для группы. Они до этого всего чужие песни-то пели, а тут сами сочинили, сами спродюсировали и взяли первое место в Европе в хит-парадах. Это посвящена песенка одному из млекопитающих хищников. Хищное животное в этой песне, оно, знаете ли, бежит. Да, оно бежит. И вот кто бежит именно? Это бежит лиса? Это бежит барсук? Или это бежит хорек? Вот тот, кто ответит, тот получит наш хищный. Хищник, конечно, еще как хищник. Сунь ему пальчик-то. На мелких грузунов охотится. Он и на тебя будет охотиться, если ты ему не понравишься. Особенно в брачный период. Хорек довольно-таки опасный хищник, на самом деле. Ну, да все у нас уже звонят. У нас специалисты по хорекам. Прямо везде по хорекам. Ага. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Убавьте, пожалуйста, радиоприем. Лиса. Совершенно верно, конечно, лиса. Откуда хорек? Ну, хорьки по Англии не бегают, я думаю. А название песни, соответственно? Фоксандоран. Ага. Лиса в бегу. Лиса в бегу, так сказать. В бегах. Лиса в бегах. Лиса в движении. Ну что, Александр, что вы хотите получить из двух или трех оставшихся у нас призов? В галерее прогресса у нас осталось две лица. Книжка про пищу древних. А, про пищу древних. Конечно. Пища древних. Отличная. Совершенно отличная книга. Я ее полистал. Тут не только про пищу, а также про напитки, которые, как выяснилось, появились даже раньше, чем пища. То есть пиво в Месопотамии появилось раньше, чем хлеб. Интересно. А мне вот интересует, с чего вдруг Олега и Вика, автор этой книжки, сподвигло изучить, что в древности кушали. Так, давайте мы скажем Александру, чтобы он трубочку не опускал, не клал, не ложил, ничего не делал с трубочкой. Сейчас ему объяснят, как этот приз получить. Ну и на этом завершается, собственно, программа Культпоход. Уже без пятнадцати час. Мы благодарим нашего гостя, Александра Смышлеев, руководителя отдела водных походов в центр активного отдыха летучий корабль. Александр, хорошо, вы сегодня удачно к нам пришли. У нас, я что-то не припомню, кто в последний раз из гостей приносил что-то, и это сразу же выбирали. А ваши призы сегодня расхватились. Причем призы такие, скажем, довольно специфические, потому что, да, вот за полцены путевочку, ну это, блин. Хотелось тоже, хотелось. Спасибо большое вам. Удачного похода, вы сказали, что сегодня уже, да? Буквально, да, вот через несколько часов. Да. Давайте еще всем пожелаем хорошего, активного лета, солнечного. Ждем тепла по-прежнему. Чтобы правда солнцезащитные очки и крем от загара пригодился в наших походах. Спасибо. Спасибо огромное, друзья. Удачных вам выходных. Спасибо. Я не прощаюсь, вернусь через 20 минут. А я, видимо, уже появлюсь в понедельник. До свидания. Культ поход. Хорошо.